Телескопический погрузчик GHC Два аксиально-плунжерных насоса, четырехцилиндровый турбированный двигатель Cummins получили еще более усиленную раму и усиленную стрелу Это одна из самых комфортных кабин Он автоматически поднимает обороты двигателя в зависимости от потребности стрелы Добрый день, меня зовут Александр, я инженер технической поддержки Рослайн Игросервис Перед вами телескопический погрузчик GHC, либо Джанхэ Производят эти погрузчики китайский завод Джанхэ Завод специализируется на производстве подъемных платформ, телескопических погрузчиков и навесного оборудования Компания Рослайн Игросервис является дистрибьютором завода Джанхэ с 2020 года Далеко не секрет, что погрузчики всех китайских производителей разрабатывались изначально под складские и строительные нужны, а не под сельскохозяйственные Поэтому эта модель протерпела колоссальные изменения за время нашей совместной работы с заводом И на данный момент мы представляем вам удобную, быструю и надежную машину, полностью переделанную для нужд российского сельского хозяйства С уходом европейской привычной техники наши погрузчики оказались очень востребованными На осень 2024 года нами продано уже более 200 погрузчиков В том числе крупным холдингам, которые, как мы знаем, берут технику десятками и эксплуатируют ее достаточно жестко У нас есть машины с наработкой более 1000 и даже более 2000 моточасов Отзывы владельцев мы часто публикуем в нашем телеграм-канале, на ютубе и во Вконтакте Ссылки на соцсети будут в описании под видео Еще хочется сказать пару слов о нашем сервисе Рослайн Агросервис – крупная организация с огромным опытом продаж и сервисного обслуживания сельхозтехники Мы являемся дилером прицепной техники фарма 2006 года и главным импортером тракторов ЮТО в России с 2019 года Поэтому опыт и технические возможности сервиса позволяют обслуживать погрузчики быстро и качественно Расходники для ТО и всевозможные запчасти у нас всегда в наличии на 16 складах по всей России Скорость реакции сервиса 24 часа Сегодня я хочу сделать для вас полный технический обзор данной машины Это самая последняя модель телескопического погрузчика Т3507 Здесь есть несколько очень приятных и нужных опций, о которых я расскажу в процессе обзора И мы начнем наш технический обзор с подкапотного пространства и как следствие сердца нашего китайского дракона Это двигатель Камин с китайского производства, объемом 3,9 литра, 126 лошадиных сил На погрузчике установлены два аксиально-плунжерных насоса Ходовой – 160 литров и стреловой – 135 литров В подкапотном пространстве мы также можем наблюдать воздушный фильтр двигателя Расширительный бачок с установленным на него датчиком уровня охлаждающей жидкости и возможностью визуального контроля через стеклышко Воздушный фильтр сотового типа Все погрузчики GHC оснащены кондиционерами Соответственно, также на двигателе мы можем наблюдать компрессор и кондиционер Для удобства технического обслуживания все фильтра выведены в доступные места Блок радиаторов представляет из себя монолитную конструкцию Подрессоренную, расположенную на резиновых подушках Что в свою очередь уменьшает вибрацию и увеличивает долговечность конструкции Блок радиаторов состоит из интеркулера, части радиатора охлаждения двигателей и радиатора охлаждения гидравлического масла Горизонтальное расположение радиаторов я считаю достаточно удачным Потому что не забивает грязью летящие из-под колеса Не забивает так сильно пылью, которая, соответственно, поднимается также во время работы ковшом Достаточно удобен при ежедневном обслуживании Кстати, одно из маленьких нововведений Это уменьшенный размер ячейки сетки над радиатором Которая не пропускает крупную фракцию мусора для попадания в радиатор Вентилятор охлаждения радиатора имеет возможность продувки, то есть реверса Мы видим четырехцилиндровый турбированный двигатель Cummins Объемом 3,9 литра и мощностью 126 лошадиных сил Двигатели Cummins одни из самых популярных двигателей в мире Самое большое отличие между старыми моделями погрузчиков и новыми модификациями Это наличие аксиально-плунжерного насоса на стрелу Также в наличии у нас есть погрузчики с НШ насосами производительностью 100 литров в минуту Они отлично подойдут для некрупных фермеров и животноводческих хозяйств Но для крупных предприятий и больших холдингов, как уже показала практика использования последнего года Отлично подходит погрузчик с двумя аксиальными насосами Производительностью 160 и 135 литров в соответствии 160 ходовой, 135 литров в криловой С этими насосами мы достигли производительности цикла погрузка порядка 30 секунд Это столько же, сколько заявляют европейские производители на своих погрузчиках Также последние погрузчики GHC имеют повышенный комфорт Вследствие установки подушек двигателя, подушек радиатора И полностью шумоизоляции подкапотного пространства Продолжим наш обзор На телескопических погрузчиках GHC установлены мосты фирмы Carrara Погрузчики имеют неотключаемый полный привод Как показала практика, все европейские производители также имеют неотключаемый полный привод Так как это повышает надежность системы Передние и задние мосты оснащены тормозами и дифференциалами повышенного трения С возможностью распределения крутящего момента 70 на 30% В задней части погрузчика мы можем наблюдать гидравлический бак объемом 150 литров Предохранительный упор для проведения работ под стрелой Который устанавливается на подъемный цилиндр Зеркало заднего вида, сферическое, которое дает возможность видеть ровно за кормой машины Но при всем при этом также есть еще и камера заднего вида Которая еще больше облегчает работу механизаторов Также в задней части погрузчика установлено прицепное устройство Которое позволяет буксировать прицепы массой до 20 тонн Объем топливного бака составляет 100 литров Кабина нашего погрузчика имеет очень удобный доступ Широко открывающуюся большую дверь Большое количество поручней Расположенные на удобной высоте подножки Удобное, комфортное кресло С множеством регулировок По высоте, по весу И все нам уже давно привычные регулировки Регулировки спинок, подлокотников И всего, что только захотите Как показала практика работы механизаторов И отзывы механизаторов Которые уже несколько лет работают на наших погрузчиках Что это одна из самых комфортных кабин Производителей китайских погрузчиков Которые они видели Также есть возможность Открыть наполовину дверь И работать с открытой форточкой Форточка имеет фиксатор В задней части кабины погрузчика Дверь не имеет нижнего стекла Что в свою очередь повышает надежность При всем при этом Кабина имеет большое количество остекления И панорамную обзорность Кабина оснащена большой решеткой Для защиты механизатора От падения сверху груза Которая расположена на всем диапазоне Фронтального остекления Также в кабине имеется солнцезащитная шторка Которой можно пользоваться в солнечные И не солнечные дни Когда захотите Можете пользоваться в целом Никто вам не запрещает Есть вентилятор Который очень любят китайские производители Вы его можете наблюдать Практически в любой китайской технике Не знаю в чем прикол Но он очень всем нравится Как показала практика Кстати Как бы смешно не было Им можно пользоваться Потому что кабина достаточно объемная И огромное количество стекла При работах ранним утром Либо осенне-весенние периоды Когда есть перепады температур И система кондиционирования Не так хорошо и эффективно работает На отпотевание стекол То можно включить этот вентилятор И он больше разгоняет потоки воздуха Стекла меньше потеют Что мы видим дальше Да, это дефлекторы Которые направлены в лицо Соответственно механизатору В ноги На лобовое стекло На боковые стекла Соответственно Видим монитор камеры заднего вида Приборную панель На которой отображаются Все необходимые показатели машины Замок зажигания Кнопку аварийной остановки стрелы Индикатор срабатывания вентилятора охлаждения Звуковой сигнализатор об ошибке Блок управления машины Верхний ряд которого отвечает За стеклоочистители И световые приборы Нижний за управление системой трансмиссии Рулевого управления Продувки И гидравлики Гидравлики Расскажу потом позже Это управление дополнительными секциями на стреле Машина имеет удобный эргономичный джойстик С возможностью выбора режима управления То есть, ну как мы это называем Это китайский и европейский джойстик То есть, можно управлять выдвижение Задвижение стрелы на европейских погрузчиках Это делается с кнопки вперед-назад А опрокидывание ковша лево-право джойстиком На китайский лад Это опрокидывание ковша идет с кнопочки А выдвижение лево-право Путем выбора комбинации данных клавиш Мы можем выбрать необходимый для нас режим управления джойстика Что, соответственно, облегчает работу механизатора Который пересаживается с европейской техники На наш китайский погрузчик Соответственно, верхние кнопки Это свободные под доп. оборудование Кнопка сигнала Кнопка включения освещения на стрелы И кнопка управления гидравликой Дополнительного оборудования на стреле Все погрузчики оснащены мультимедиа системой Магнитолой с функцией поддержки Bluetooth и USB И блок управления климатом погрузчика В котором можно выбрать режимы, соответственно, на обогрев Либо же на охлаждение салона Рулевая колонка имеет возможность легкой регулировки по высоте Здесь мы видим кнопку включения аварийной сигнализации И клавиши включения ручного тормоза В нижней части кабины мы наблюдаем педаль газа Педаль тормоза И педаль управления производительностью ходового насоса Под сиденьем механизатора находится большой просторный рундук На правой стойке у нас расположен индикатор перегрузки стрелы Соответственно, во время работы, во время нагрузки количество точек изменяется Соответственно, с увеличением нагрузки точки становятся желтые, потом красные О чем сигнализируют, что в скором времени произойдет опрокидывание машины Новое программное обеспечение самых последних погрузчиков Позволило еще больше увеличить скорость работы Теперь, во время работы погрузчика Он автоматически поднимает обороты двигателя В зависимости от потребности стрелы Максимальная высота подъема стрелы 7,2 метра Также последние версии погрузчиков получили еще более усиленную раму и усиленную стрелу Максимальный вылет стрелы составляет 4 метра Погрузчик оснащен функцией параллельного удержания каретки Также на стреле с завода установлен крюк для перевозки грузов На стреле имеется пара гидравлических выходов И с обратной стороны выход без напорного слива Для подключения гидромоторов, челюстных захватов И любых других агрегатов, требующих гидравлическое подключение Также последняя версия погрузчиков имеет умиличенный фиксирующий палец на каретке Что в свою очередь повысило надежность и долговечность Все наши погрузчики в стандартной комплектации Идут с вилами и ковшом 2,3 куба Трансмиссию погрузчика представляет из себя ГСТ с насосом производительностью 160 литров в минуту Передний и задний мост производства фирмы Карара И раздаточную коробку фирмы Карара Погрузчик имеет 4 режима вождения Рабочий, транспортный и несколько передач в этих режимах Также погрузчик имеет 3 варианта рулевого управления Режим управления одновременно передней и задней осью Корабовый ход и режим управления только передней осью Максимальная скорость погрузчика 35 км в час Погрузчик имеет максимальную грузоподъемность 3,5 тонны На максимальном вылете грузоподъемность составляет тонна 250 На стреле установлены пыль и грязезащитные щетки Для увеличения срока службы изнашиваемых деталей в стреле Погрузчик имеет хорошую светодиодную оптику Которая позволяет комфортно работать даже в стесненных запыленных складских помещениях Поскольку на рынке сейчас огромное количество китайских погрузчиков Все разного качества мы вам предлагаем демо-испытания нашего погрузчика Это для вас совершенно бесплатно Все расходы на транспорт мы берем на себя Мы привозим в ваше хозяйство этот погрузчик Вы его эксплуатируете под свои нужды Оцениваете, насколько вам удобно Смотрите, как он закрывает ваши потребности Сравниваете его с другими похожими машинами И делаете свои выводы Подходит ли он вам, хотите ли вы его купить Как показывает практика, 95% демо заканчиваются покупкой Что говорит само за себя Для записи на демо вы можете оставить комментарий под видео Либо позвонить на общий номер 8 800 700 81 49 Или написать в чат на нашем сайте рослайн.ком Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok